Красота женской груди в какой-то момент может смениться болезненностью и даже серьезным заболеванием. К прискорбию 80% женщин детородного возраста диагностируют опухоль молочной железы, а более половины этого числа имеют выявленное заболевание груди. Даже если опухоль по гистологии доброкачественная, жизнь женщины меняется кардинально. Страхи, предчувствия, предположения, опасения становятся той отравляющей существование эмоций, которая угнетает ее. Энтон Пепеп. На протяжении всей жизни организм женщины претерпевает столько гормональных перестроек, связанных с формированием репродуктивной функции, деторождением, лактацией и, наконец, менопаузой. Что ткани и железы груди дают сбой. На их здоровье оказывают влияние и половые гормоны, и гормоны щитовидной железы и надпочечников, и бесперебойная работа участков головного мозга, осуществляющая контроль гормональных. Функции. Поэтому, когда эта сложная система перестает четко срабатывать, появляются узлы и уплотнения соединительной ткани молочных желез. Долгое время эти изменения были для женщины приговором. Современная диагностика заболеваний молочной железы у женщин стала проводиться специальным прибором-момографом, на основе получения пленочных изображений с помощью рентгеновских лучей. Что сказалось на точности постановки диагноза. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. В настоящее время наряду с пленочным методом момографии используется и цифровой, который позволяет осуществлять скрининг-диагостику без серьезного облучения пациентки и дает точность. Обследование свыше 90%. Для получения трехмерного изображения обследуемого объекта используется томосинтез, дающий серию послойных изображений реконструирующихся в 3D изображения. Более эффективным и признанным Всемирным обществом здравоохранения является магнитно-резонансная момография ММЭ. Ее применение с использованием контрастного вещества позволяет определять онкологию в самых ранних стадиях. Вопрос, как часто можно делать маммографию, уже перестал быть животрепещущим и тревожным. В европейских странах и России маммографический контроль состояния молочных желез у женщин уже стал обязательным, что привело к снижению случаев неоперабельного рака. Каждая здоровая женщина в возрасте 40 лет в профилактических целях должна пройти ММЭ и повторять это обследование каждые два года. Для тех, кто моложе, показаниями являются ощутимые уплотнения. Изменение очертаний груди в связи с выбуханием. Выделение из соска. Болезненность при пальпации. Им и пациенткам из группы риска маммографию проводят до пяти раз в месяц, если того требует диагностика. Опасности в такой частоте нет. К группе риска относятся пациентки с ранее диагностированными доброкачественными образованиями. Больные маститом или мастопатией. Перенесшие операцию по поводу гинекологии. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкит. Страдающие бесплодием или ожирением. Абсолютным противопоказанием для такого рода обследования является беременность и период кормления грудью. В редких случаях, когда того требует обстоятельства, маммологическое обследование для беременных делаю с помощью УЗИ. С 50 лет маммография делается чаще, в полгода раз. Сама процедура немного болезненна, так как груди плотно зажимаются между пластинами аппарата для получения большей точности изображения. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкит. Обычно делают две проекции, прямую и косую, зажимая грудь между пластинами под разным углом. Если уже наступила менопауза, выбор дня для проведения исследования значения не имеет. В противном случае, снимок делается с 5 по 12 день менструального цикла. В специальной подготовке пациент не нуждается. Маммограмма обязательно должна храниться для возможности сравнить с будущим результатом обследования. Широкие обследования молочной железы у женщин проводит Всероссийский маммологический центр, профильные клиники и кабинеты. Однако медицина бессильна, если сама женщина не захочет пожелать быть здоровой и уверенной, что ее здоровью ничего не угрожает. Дать такую уверенность может только маммография. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok